Привет всем! Большое спасибо, что открыли это видео. И сегодня будет супер вкусное, уютное видео. Я надеюсь, что раз вы открыли это видео, то вы очень голодные. Я приготовила для вас настолько вкусные, осенние, уютные рецепты. Возможно, у вас уже давно глубоко осень, наверное, уже даже зима. Я сижу в свитере, на меня дует вентилятор, и на улице 32 градуса, как обычно, у нас в Израиле осень начинается в конце осени. Но мне хочется, чтобы хоть какое-то осеннее видео у меня вышло сейчас, поэтому вот так вот создаю осеннюю атмосферу в квартире. Не буду слишком много болтать. В этом видео вас ждет 5 вкуснейших рецептов. Некоторые будут более легкие, некоторые более сложные. Так что готовьте себе чайок или кофе. Не берите себе ничего вкусненького похрустеть, потому что после просмотра этого видео вы должны будете пойти на кухню. И обязательно приготовьте себе что-нибудь. Я вас уверяю, все рецепты безумно вкусные. Не скажу, что рецепты суперполезные. Я абсолютно не слежу за этим. Я ем что хочу, когда хочу и сколько хочу. Так что если вы простые люди, такие же, как и я, то это видео обязательно вам понравится. Сохраняйте себе рецепты и готовьте с удовольствием. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что я его только недавно открыла. Здесь вас ждет куча уютных видео, вкусных рецептов и моей реальной жизни. Напишите в комментариях, какой рецепт вам понравился, если вы что-нибудь попробовали приготовить. И я желаю вам вкусного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, я приветствую вас на моей кухне. И для первого рецепта вам понадобится 3 или 4 спелых бананов. Так как они у меня не спелые, я добавляла еще сахар. На ваше усмотрение. И нам понадобится сливочное масло. Как вы можете заметить, для точности я использую кухонные весы. Безумно удобно. Вообще очень рада этому приобретению. И к банановой смеси я добавляю яйца и уже расплавленное сливочное масло. Добавляю соль, лимонный сок, а также воду. Напоследок нам понадобится добавить разрыхлитель и муку. Кстати, муки я добавила чуть больше, потому что тесто у меня вышло немного жидкое. Корицу я добавляю практически во все рецепты, потому что я ее очень люблю. В тесто мы добавляем шоколад. Вы можете использовать либо просто кусочки шоколада, либо вот такие вот чипсы. Ну и если вы любите орешки, как и я, то обязательно сделайте присыпку для хлеба из различных орешков. У меня, например, пекан, тыквенные семечки и миндальные пластины. Выливаем тесто в формочку. У меня она силиконовая, поэтому я ее ничем не смазываю. Если вы используете другую форму, то обязательно смажьте для того, чтобы тесто не прилипло. Посыпаю сверху орешками. Правляем наш хлеб печься примерно на 40-50 минут при температуре 180 градусов. Аромат шоколада с бананами на всю квартиру вам обеспечен. Безумно понравился этот хлеб, несмотря на то, что я не очень люблю бананы, я его ела с большим удовольствием. А теперь самый легкий рецепт из моего видео, который состоит из всего лишь трех ингредиентов. Высыпаем кокосовую стружку в глубокую емкость и добавляем сгущенного молока. Если вы хотите более сладкие и сочные баунти, то добавляйте намного больше сгущенки, чем я добавила на этом видео. Хорошенько все перемешиваем и уже можно лепить баунти. Вы можете лепить любую форму. Я делала маленькие колбаски, потому что у меня вышло не так уж и много. На этом видео я готовила двойную порцию и у меня вышло 10 батончиков. Отправляем заготовку в морозилку на 30 минут. Тем временем мы берем шоколад и растапливаем его на водяной бане. Шоколад можете использовать такой, какой вам больше нравится. Я использовала корький. По желанию вы можете добавить шоколад растительного масла. Застилаем дощечку или то, где вы будете выкладывать ваши баунти пищевой пленкой для того, чтобы они легче отходили. Кладем каждый батончик в шоколадную смесь и уже можно сказать, ваши баунти почти готовы. У меня еще оставался шоколад, поэтому я решила еще немного добавить узора. Осталось только дождаться, чтобы они застыли в холодильнике. Эти баунти схожи с настоящим баунти на 90%. Вам очень понравятся. Этот рецепт для любителей яблочек. Вам понадобится 4-5 яблока. Очищаем яблоки и нарезаем кольцами не слишком тонко, не слишком толстый, для того, чтобы они не сломались. Заляем сердцевину любым вам удобным способом. У меня в квартире была только крышка, поэтому я воспользовалась таким способом. Для теста нам понадобится молоко, яйцо, растительное масло. Все хорошенько взбалтываем. В отдельную емкость добавляем муку, разрыхлитель, соль и сахар. Перемешиваем все сухие ингредиенты и добавляем к жидким ингредиентам. В итоге я добавила чуть больше муки, так как тесто у меня вышло слишком жидкое. Если вы хотите донатсы в сахаре, вы можете сделать такую присыпку из сахара и корицы. Пока сковородка разогревается, мы берем каждое колечко и окунаем в тесто. Жарим с каждой стороны до золотистой корочки. Представьте себе, какой аромат сейчас у меня на всю квартиру. Выкладываем донатсы на салфетки. В принципе, уже можно есть и так. Я решила добавить присыпку из корицы. И так как она у меня не очень клеилась, я еще смазала донатсы водой. В общем, если вы знаете, как сделать так, чтобы присыпка прилипла, напишите мне обязательно в комментариях. Называйте это как хотите. Яблочные донатсы или яблочные оладушки. Но получилось все настолько вкусное. Обязательно приготовьте и напишите в комментариях, как вам такой рецепт. Наконец-то я добралась до этой красотки. И надеюсь, вы оценили мой новый маникюр. Понадобится всего лишь 800 грамм тыквы до запекания вместе с кожурой и 500 грамм тыквенного пюре. Нарезаем тыкву, выкладываем в противень. Я, кстати, забыла убрать семечки. Надеюсь, вы меня простите. Добавляем немного воды. Отправляем в духовку примерно на час. Тем временем готовим тесто. Нарезаем холодное масло кубиком. И пока что возвращаем в холодильник. Готовим ледяную воду с лимонным соком. И также отправляем пока что в холодильник. В глубокую емкость просеиваем муку, сахарную пудру. На фоне у меня играла танцевальная музыка, поэтому я не сдержалась. Также добавляем соль и все хорошенько перемешиваем. В конце добавляем холодные кубики масла и надеваем перчатки. Кстати, я сделала ошибку и надела слишком толстые перчатки. Тесто мы перетираем и добавляем нашу ледяную воду. Тесто мы накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 45-60 минут. Готовность тыквы вы можете проверить ножом, если он легко входит и выходит. Очищаем тыкву от кожуры и начинаем готовить пюре. Готовое пюре пока что оставляем в холодильнике. Тесто уже отдохнуло, посыпаю столешницу мукой, также посыпаю немного мукой тесто и скалку. Раскатываем тесто в толщину 4 мм. Аккуратно накручиваем тесто на скалку для того, чтобы перенести его на формочку. У меня формочка, кстати, одноразовая, примерно 23 мм. Обрезаем по краям лишнее тесто и оставляем пока в стороне, потому что оно нам понадобится. Заворачиваем края теста вдвое и делаем его немного интересным. Прокалываем тесто вилкой и добавляем бумагу для выпечки. Сверху высыпаем какой-то груз для того, чтобы тесто держало форму. Отправляем печься снова при температуре 180 градусов примерно на 20-25 минут для того, чтобы она схватилась. Уже готовую основу смазываем белком и пока что оставляем в стороне. И продолжаем готовить начинку. Добавляем яйца, сахар, соль. Все хорошенько перемешиваем. Корицу, имбирь, кардамон, мускатный орех, ваниль. Цедру лимона и цедру апельсина, но апельсин я не добавляла. Кукурузный крахмал и не слишком сильно перемешиваем. Ну а теперь можно добавить уже нашу начинку из тыквы и все хорошенько перемешать. В конце добавляем сливки и начинка готова. Вы не представляете, какие ароматы пряностей на всю квартиру сейчас. Выливаем начинку в основу и отправляем печься на 45-60 минут. Как пирог выпекается, мы готовим осеннее настроение. Это будет наше украшение для пирога. Делаем красивые осенние листики. Смазываем желтком, если вы хотите, чтобы они были золотистые. Отправляем печься на 10-15 минут. Следите, чтобы они не сгорели. Осталось создать красивый узор и добавить еще различных орешков, так как я их очень люблю. Пирог получился безумно ароматный, поднимающий настроение. Посмотрите, какой же он яркий, красочный. Добралась я до второй красотки и нам нужно будет натереть 300 грамм тыквы. Да, именно натереть. Это было не очень просто и быстро. Я почти не лишилась пальца, но это того стоит, поверьте. Высыпаем натертую тыкву в глубокую емкость и добавляем кефир. Также добавляем сахар и манную крупу, разрыхлитель и цедру лимона. У меня, кстати, не осталось целого лимона, так что я использовала только половину. Для запекания я буду использовать одноразовую формочку и я смазываю ее маслом. В итоге я решила добавить корицу, так как в рецепте ее не было, но я ее очень люблю. Манную смесь выкладываем в формочку и выпекаем при температуре 180 градусов в 45 минут. Начала вам показать немного бэкстейджа, что у меня тут творится на моем столе. Здесь у меня играет музыка с моего магобука. Вот такой вот уютный уголок. И да, бэкстейдж называется. Вот так выглядит сейчас моя кухня. Этого всего вообще не было, здесь была полная чистота. И так после каждого рецепта примерно я убираю такую гору, хотя сегодня даже гора не настолько большая. Да, все равно кайфу от этого процесса, очень классный. Я приготовила для вас офигенческие рецепты. Сегодня я уже готовлю предпоследний рецепт. Остался еще маленький такой несложный рецептик. И все, наконец-то я буду монтировать. Это так вообще классно. Обожаю весь этот процесс. Еще нужно будет очень много озвучивать видео, так как я просто готовлю. Ну блин, вот такая у меня уютная атмосфера. Включусь я уже забыла, что надо масло в холодильник положить. Чтобы вы понимали, предосенний муд это называется. Я одета в теплую одежду, но еще не так холодно, поэтому я в открытых шлепках. Выглядит вообще прикольно. Это называется не зал, не кухня, а просто какой-то хаос. Потому что у нас нету кухни по сути, и вот все находится в зале. Стулья, еда для собаки, коврики, качалка, в общем все на свете. Вот так вот и живем. Но зато по-домашнему уютно. Да, кстати, здесь тоже у нас в прихожей все выложено красивенько, потому что места вообще нет. Нифига. Здесь мой сценарий, ну сценарий, рецепты точнее. Весы лежат. Для сладкого сиропа вам понадобится вода, сахар и лимонный сок. Если вы хотите менее сладкий пирог, то добавляйте меньше сахара. Поливаем тыквенный манник сиропом и оставляем его пропитаться. Манник получился сочный, ароматный и пропитанный. Напишите, какой рецепт вам понравился больше всего, и я желаю вам уютного осеннего вечера. Пока-пока.